Интрига о групповой стадии держалась до заключительных минут игрового дня. Развязка получилась захватывающей. Приятель, Петровская и ККСС-2 решали, кто выйдет из группы со второго места. Победив, ККСС-2 мог пройти сам или протолкнуть туда сборную ветеранов футбола. Приятель не дал интриги раскрутиться. Петровчане выглядели растерянно в первом тайме и уступили на этом отрезке в счете. Однако после перерыва команда сумела переломить ход поединка и победить 7-3. Результативные действия в 4 гола Сергея Чешкова стали одним из факторов выигрыша приятеля. Второй матч группы А не состоялся. Команде «Шахтер» ветераны засчитали техническую победу над «Зарёй». В группе Б было еще интереснее. Чтобы пройти в полуфинал, Васаби нужно было победить луч «Шахтера» с перевесом в 7 мячей. Со стартовым свистком команда ринулась забивать. Луч действовал неплохо, но под натиском мотивированного соперника планомерно пропускал мяч за мячом. Васаби выиграл 13-5. Сергей Ревякин отличился 5 раз в составе победителя и помог партнерам по команде вырваться на вторую строку. Из-за травм соперники лишились в ходе матча по одному важному игроку. Так, Васаби в плей-офф теперь точно придется обходиться без основного вратаря Сергея Ермоленко. Другой матч между Беркутом и лидером группы ККСС-1 турнирного значения почти не имел. Тем не менее, он получился интересным. В середине второго тайма Беркут неожиданно вел в счете 3-1. Но перед финальным свистком оборона команды пала под натиском опытных оппонентов 3-8. Команды, занявшие 3-4 места в группах, не выбывают, а продолжают борьбу за утешительный трофей – Кубок Лиги. В один день с поединками Кубка Города состоялись игры четвертьфинала еще одного турнира – Кубка Федерации Футбола. Это третий по рангу трофей соревнований. Кубка Федерации Футбола